добрый день коллеги сегодня хочу показать вам сильно обрезанное деревце двух сортов вот они у меня посажены здесь в одну были лунку и вот два стволика слева это далмацкий справа покупался в коробочке неизвестным сортом как я позже определил это лампеира португальский сорт хочу очень уделить внимание далматики хотя вот лампеира тоже неплохо себя показал вот видите и три штуки брегу новый прирост уже присутствует вот такая красивая здоровая весенняя листва у нас сейчас время сорняков весь сад затянут вот такой ботвой солнышко еще работает плохо трава не горит а а только усиленно размножается растет вверх приходится тяпкой что-то подрабатывать потом по тропке пройду видимо пербицидом обработаю потому что сорняки начнут скоро цеплять за голые ноги и это очень неприятное ощущение ожоги царапины всякое разное ну что сказать вот осталось как видите вот такая на далмацком всего одна бреба образовалась созреет нет не знаю вот ведь она с какими-то тут неказистыми повреждениями меня как говорится мало интересует потому что как видим вот здесь отличная бреба на карликовом и как видите вот большая часть из этой бребы дозреет такого размера она сейчас уже можете видеть у нас переменная облачность два дня почти шли дожди и сейчас солнышко на фоне вот облаков над горами немножко освещает мой сад трава вся мокрая этого тоже бреба на карлике я все-таки ожидаю в своем саду первого урожая бребы на десерт кинка давайте посмотрим что происходит с этим кустиком так как я за последние два сезона приобрел очень много сортов различных я сокращаю число маточных кустов в своем саду и на малоценные сорта прививаю новые сорта в основном щитком иногда черенком вот он крайне редко что вот из этого куста далматики выйдет он восстановится потому что я замазал концы срезов вот здесь вот садовый вар может плохо видно а то вот уже видите из почки пошел свежий лист то есть никакого страшного ущерба кусту не наносится сейчас вот видим тоже здесь очень была мощная обрезка и вот уже образуется новый лист особо на плоды рассчитывать на этих побегах не приходится но как говорится черенки ушли в дело часть покупателям а большая часть ушла на в школку на производство саженцев многие люди просят не черенки а саженцы что ж будем делать саженцы хотя с ними гораздо больше и хлопот и времени на них тратишь и площадей больше приходится затрачивать чем на производство тех же черенков саженцы будем делать ну что ж я вам показал сегодня один кустик потихоньку буду рассказывать о других своих сортовых инжиров до новых встреч